Творительная акция «Доброе сердце» Амарах Сюрех объявляет сбор средств в помощь Алквиады Ивановой, 1999 года рождения, на срочное оперативное лечение в клинике город Сеул. Диагноз новообразования тела L5 позвонка с интраканальным и экстравертебральным ростом. Чтобы помочь Алквиаде, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия» пробел и сумма пожертвования. Поможем Алквиаде вместе! В сентябре на нашем канале был объявлен старт, посвященный благотворительной акции «Доброе сердце». И на постоянной основе работает короткий номер, который сейчас видно на своих экранах. Это 3443, посредством которого любой может из нас пожертвовать определенную сумму. И сегодня в нашей студии люди, которые поддержали акцию «Доброе сердце». Это Сардана Такырова, руководитель общественного движения «СОС. Дети Якутии», врач-акушер-гинеколог Якутийской городской клинической больницы, и Антон Жандоров, главный редактор ИКТРУ, член Совета главных редакторов Якутии. Доброе утро! Доброе утро, уважаемые гости! На данный момент сбор идет именно девочке Алквиаде, Ивановой. Как сегодня обстоят дела? Так, на сегодня у нас всего третий день, как мы объявили сбор для Алквиады. Это у нас второй ребенок в рамках данной акции. Как вы помните, первый ребенок у нас был Ваня Конечников, для которого собирали на аппарат ИВЛ. И в пятницу мы начали сбор для Алквиады. Вот пока за три дня у нас собрано 80 тысяч. А сумма сбора на данный момент, у нас примерно сумма сбора где-то 300 тысяч, но Алквиада вот только недавно выехала, да, в Корею они сейчас там находятся, поэтому, возможно, после обследования сумма немного изменится. Но пока такая сумма, потому что они уже сами сумму собрали практически всю, можно сказать, да, то есть операция с обследованием, у них предварительно будет стоить 2 миллиона 200 тысяч, из них они 1 миллион 900 уже сами собрали. Взяли кредиты, там продали жилье, продали имущество и так далее, поэтому пока они попросили только 300 тысяч. Ну, возможно, сумма изменится еще. Ну, сегодня может каждый якутянин отслеживать, да, счет? Да, конечно, вот отчеты ведем и на своей странице, соц.дети Якутии в Инстаграме, также можно отчеты проследить на сайте фонда Харсхал, можно перевести, значит, деньги на короткий номер СМС 3443, и также у нас на странице и на сайте Харсхала указан номер мобильного банка и карты Сбербанка, куда нужно перевести деньги. Антон, ну вот мы знаем, что совет главных редакторов Якутии, он тоже не остается в стороне, вот расскажите, какая работа идет с вашей составной помощью, как вы оказываете. Спасибо. Ну, к несчастью, очень многие семьи сталкиваются с проблемами, связанными со здоровьем своих детей, да, поэтому на совете было принято решение помогать в таких случаях, то есть все журналисты объединяются и на своих площадках публикуют информацию с описанием ситуации, плюс призывом помочь, да. Знаете, за год уже несколько успешных было таких операций, да, когда люди добрые помогали, вообще надо подчеркнуть, что у нас здесь в Якутии люди очень отзывчивые, да. Один раз вот Джулустан Малышев, он стал тоже, серьезно болел мальчик, за сутки полтора миллиона людей направили, это очень большая сумма, поэтому, что касается конкретно данного случая с девочкой, я думаю, что 300 тысяч очень быстро мы сможем набрать, главное, чтобы ребенок выздоровел, все будет нормально. Ну, Светлана Михайловна, ну, насколько вообще граждане у нас активно принимают участие вот в данной акции, вот Доброе сердце? Ну, вообще, да, вот как уже Антон сказал, я тоже хочу подчеркнуть, что у нас люди очень отзывчивые, очень добрые, и вообще вот хотелось бы как раз-таки поблагодарить НКТРУ, практически у нас все сборы закрылись вот с их помощью, да, потому что все-таки у нас страница Инстаграм, там в основном сидит молодежь, ну, как бы, конечно, все стараются, переводят, но бывает, что там суммы не такие большие, а вот потом, когда мы просим разместить информацию на НКТРУ, да, особенно когда большие сборы, там больше миллиона, когда идут сборы, мы их просим разместить, и действительно после этого сборы очень быстро закрываются, ну, видимо, и охват у них большой, да, и люди там более серьезные там, может быть, сидят, да, вот, ну, конечно, вообще у нас в Якутии люди очень отзывчивые, поэтому вот на НКТРУ информация выйдет, наверное, завтра, потому что мы хотим все-таки после обследования сумму уточнить, потому что, возможно, будет больше, и хотелось бы информацию отпустить уже с конкретной суммой, вот, поэтому на днях завтра, наверное, скорее всего, выйдет на НКТРУ. Ну, а Квиада сейчас находится в Корее, да? Да, они вчера уже вылетели, пока в клинике, по-моему, они еще не были, вот, вчера я разговаривала, пока они там остановились в гостинице, и с сегодняшнего дня у них начинается обследование. Ну, предварительно у нее планируется операция, потому что у нее новообразование в позвоночнике, да, которое, ну, вроде бы оно не злокачественное, но давит на позвоночник, получает, то есть интровертебральным ростом, да, то есть интроканиальным ростом, то есть, возможно, будут осложнения там уже на двигательного характера, да, поэтому нужно ее срочно оперировать. Вот, поэтому предварительно сумма, это у нас идет на обследование, это вот МРТ до операции, там, консультации специалистов и так далее, да, возможно, химиотерапия и сама операция. Ну, хотелось бы еще раз напомнить, да, нашим телезрителям про короткий номер 3443, на который вы можете отправить сообщение с суммой пожертвования для Ауквиады Ивановой. Да, ну, вот если говорить об акции, все-таки «Доброе сердце», вот как долго она еще продлится, то есть уже есть какие-то дальнейшие, может быть, планы на будущее? Да, конечно, эта акция будет теперь действовать постоянно, потому что я вот, как в прошлый раз уже говорила, раньше мы работали вот сами, когда отдельно работали, да, нам достаточно было тяжело, потому что, ну, на каждые вот отдельные СМИ там приходилось выходить индивидуально, там, просить, еще что-то, да, и как бы у нас, получается, сборы шли везде отдельно, но не согласованно, да, теперь мы практически работаем с теми же детьми, но уже вместе, да, то есть и нам намного проще стало, и мы, как общественники, тоже помогаем, получается, и благотворительному фонду, и министерству, да, вот поэтому будем работать дальше. Спасибо, Сардана, спасибо, Антон, что пришли к нам этим утром и желаем вам удачного дня.